Привет! Речь пойдет об этом универсальном зарядном устройстве. Оно действительно универсальное. Оно поддерживает практически все протоколы быстрых зарядок, а заодно посмотрим, как снимает Mi 9T Pro. Пишу я в 4к 60 кадров. На всякий случай, мне вот интересно, как он снимает, потому что любители этого бренда меня просто достали. Ой, да зачем? Вот на телефон очень хорошо снимает. Сейчас это все и проверим. Но вернемся к зарядному устройству. Это металл, все в металле. Здесь у нас снизу вход 5,5 на 2,5 от 12 до 28 вольт. И также на входе может быть у нас Power Delivery разной мощности соответственно. С этой стороны USB-A и USB-C дисплейчик и указатели режимов работы. Несмотря на то, что существует действительно универсальное зарядное устройство, который воткнул в розетку и взял с собой и радуешься, здесь же нужно либо блок питания, ну обычный блок питания, я не знаю, 12 вольтового в принципе было бы, скорее всего, что достаточно. Их полно на Алиэкспрессе продают. Я скорее всего, что картиночки вставлю. Либо, если вы занимаетесь, а я полагаю, что именно такое вот зарядное устройство больше годится для мастерских, для проверок, потому что отдают телефоны без зарядочек, то, наверное, в арсенале, конечно же, имеется разнообразные источники питания. Итак, я буду использовать следующим образом. У меня вот здесь вот разъемчик, есть у меня блок питания. Сейчас я подсоединю вот таким образом. Скорее всего, что блок питания сейчас у меня будет шуметь, потому что там активное охлаждение, вентилятор у меня трансформаторный. Кстати говоря, кто-то спрашивал, каким я пользуюсь. Вот у меня есть такой блок питания, он какой-то там китайский, PS350D. Так, ну вернемся к нашему испытуемому и дадим ему напряжение. Ну вот 24 вольта у меня на входе. Что он показывает на дисплее? Дисплей у нас показывает напряжение на выходе USB и, соответственно, Type-C. 5 вольт ровно, 0,04 можно, наверное, не считать. Сейчас мы померяем, как в действительности. Да, как показывает, так и есть. 5,04, 5,03, здесь у нас 5,04. Замечательно! Мне нравится, когда номинал именно номинал, а не какой-нибудь там 5,2, 5,15, 5, я не знаю сколько. Здорово! Прекрасно! Надеюсь, что на Type-C будет все то же самое. Воткнемся в Type-C непосредственно, ни через кабель, ни через что, чтобы посмотреть напряжение. Итак, оно у нас точно такое же. 5,04. Ну, прекрасно! Прекрасно! Сразу же посмотрим на его универсальность. Пройдемся автодетектом по всем триггерам. И увидим вот такую картину. Такая картина, вот мне прямо очень нравится. Здесь все протоколы, все, все, которые возможны, кроме SuperVOOC. SuperVOOC у нас не поддерживает. Ну и ПДППС нету, потому что включено не в Type-C. И даже МТК, и Хуауэй, и заявлено у нас там 100 Вт, но сейчас мы отдельно про это поговорим. Это действительно максимально универсальное зарядное устройство. Давайте проверим Type-C. Да, все практически то же самое. И уже тогда показал, что есть Power Delivery с ППС, но 63 Вт. Вот здесь вот у меня вопрос остается открытым. Я так и не понял, как его решить. Дальше перейдем к нему. Ладно, посмотрим, что у нас по просадкам. Как он вообще себя чувствует. Так, подключил я к нему нагрузочку. Давайте будем нагружать потихонечку. Смотреть, как он там, как будет изменяться напряжение. Оно вроде бы изменяется и даже компенсируется. Но в пределах номинала. Мне вот нравится, когда номинал. 1,5 А, 5,1 А, 1,9 А, 2,6 А, 5,15 А. Выросло напряжение. На 3 А, наверное, он отключается. Да, напряжение компенсируется. Да, и ровно на 3 А, как мы видим, чуть-чуть больше делают. Да, он вырубается. Вырубается, срабатывает защита. Ну, хорошо, замечательно, просто здорово. Посмотрим, как он себя будет чувствовать при нагрузке быстрой зарядки. Я надеюсь, никому, я надеюсь, ни у кого нет сомнений, что протоколы эти работают. Я на самом деле их проверял. Так, в триггере у нас задано 5 Вольт, на выходе 5,04. Потихонечку поднимаем. Задано 6,2. 6,2 он и отдает. Задаем 7,6. 7,6 есть на выходе. Задаем 9,2, 9,2. В принципе, достаточно точно. Я видел другие триггеры. Я видел другие устройства зарядные, которые выдают не очень-то корректный результат на выходе. Ну, 14,8 задаем. 14,8 на выходе. 18, вот здесь 19,7. Давайте задали 20, здесь ровно 20,19,97. Нагрузим, посмотрим. Здесь, скорее всего, что максимально это будет у нас 3 А. 1 А без просадки, то есть даже немножечко компенсировалось. 2 А 20 В. 3 А 20 Вольт. Да, и дальше на 3 А он отрубается, как и ожидалось. Все, дальше я не думаю, что есть смысл проверять. Давайте обратим внимание на дисплей, что показывает дисплей. Так, подключился я в Type-C. Пока что ничего не показывает. Включу сразу триггер. Ну, давайте QC 2.0. Да, переключился я на 9 Вольт. Здесь мы могли наблюдать, что C2 было написано. Я не знаю, как это при свете будет видно, не видно. Дальше он этого не показывает. Показывает только напряжение 9 Вольт, на которое сейчас я переключился. Переключусь на 12.12 есть. Переключусь на 20.20 тоже показывает. Давайте еще раз я... Так он показывает, что ничего нет. Тоже в свободном полете ничего не показывает. Но как только включаемся, пойдет быстрая зарядка. Да, он показал C2.0. Отлично. Попробуем в QC 3.0 включиться. Так и есть, C3.0. Тоже показал. Ну, например, Huawei FCP. FCP так и показывает. В общем, полная табличка там есть. На странице описания этого товара. Все, в общем-то, понятно. Хорошо, он показывает. Так, теперь. Ну, давайте в FCP сделаем 9 Вольт. Есть 9 Вольт. Кстати, достаточно точно показывает. Сейчас я попробую еще это проверить. Дам сейчас нагрузку. Ну, вот сколько сейчас. Сейчас у нас... Ну, полампера. Полампера. Что показывает? 0,55. Ну, примерно правильно. Примерно правильно. Вот я добавлю где-нибудь 1,36. Здесь показывает он 1,4. Ну, примерно так. Потому что у нас есть падение на кабеле. А он меряет у нас, понятное дело, что внутри себя. Удобно. Здорово. Он показывает нам протоколы работы. Однако кратковременно показывает напряжение на выходе. И показывает силу тока. И теперь основной момент по его мощности. Давайте посмотрим на его мощность. Сейчас у меня на входе... Давайте я померяю на всякий случай. Сейчас я ему дал 24 Вольта. Ну, давайте я подниму побольше. Дам 28, 26, 27, 27. Вот как он и просит. 28 Вольт я ему дам. Вот ровно 28 Вольт на тестере. Примерно так и оставим. И перейдем к тестированию его мощности. Заявлено, что он 100 Ватт. У меня не получилось эти 100 Ватт оттуда выудить. Не при каких условиях. Давайте в Power Delivery зайдем. И все, что он считал с этого прибора... И все, что он считал, указано здесь. Вот фиксировано. Он может, значит, нам дать 20 Вольт, 3 Ампера. Это максимально. Это 60 Ватт. Никак у меня не получается 100 Ватт. И многие, может быть, подумают... Ну, давайте, да, фиксировано. Переключимся на 20. Есть 20 Вольт. И дадим нагрузку. Допустим, может быть, он выдержит у нас 5 Ампер. Многие подумают, ну, нет, ничего он 5 Ампер не выдержит. Так, 19,8. Просадка на кабеле. 2,4, 2,7, 2,8. И все. И вот он начинает моргать и говорит, что все, уже не хочу дальше работать. Не хочу. И вырубается. То есть получается 60 Ватт. 60 Ватт. Как ни крути. Вот такая вот история. Если, конечно же, уменьшать напряжение на входе. Давайте я убавлю примерно до 12 Вольт. Сейчас 20. Ну, вот я до 20, до 15 Вольт. Вот я убавил до 15. На входе у меня сейчас 16. Соответственно, он показывает совершенно другие вещи. То есть он показывает, что у нас не будет 20 Вольт на выходе. И будет максимум 15 Вольт 3 Ампера. Сейчас у меня 10 Вольт на входе. Соответственно, больше 9 Вольт он не поднимается. И еще раз я прибавляю на максимум. Даже сейчас дал 32 Вольта. И все равно 20 Вольт 3 Ампера. То есть 100 Ватт у меня здесь, ну, никак не получается. А я сейчас воткну триггер. Ну, какой-нибудь, я не знаю, там любой. Давайте какой-нибудь Samsung AFC. Так, Samsung AFC. 9 Вольт есть. Замечательно работает. И теперь, если мы дадим хоть какую-нибудь маломальскую нагрузку на порт USB, ну, допустим, вот что-нибудь в этом. Все, он перезагружается и все скатывается в 5 Вольт. То есть два разных устройства. Одновременно мы не сможем ни проверить, ни зарядить. А в остальном, очень даже ничего так. Мне очень понравился этот блок питания. Huawei SuperCharge работает. Напряжение регулируется. Задаем. Здесь меняется. Это лучший показатель того, что Huawei SuperCharge работает. Ну, и, соответственно, обладатели, у которых телефоны от BBK, чтобы не очень-то тратиться на зарядочку, можно использовать, наверное, вот эту. Потому что он поддерживает VOOC, DASH, WARP. MTK, кстати, тоже PE2.0. Запросто он поддерживает. То есть практически все протоколы. В общем, мне это устройство очень понравилось. Замечательно. Заодно я проверил, как снимает Mi 9T Pro. А я по традиции всем желаю удачных покупок сети, качественных гаджетов и пока. Да, я совсем забыл. Я же хотел сравнить, как пишет телефон и как пишет камера. И для этого покажу еще момент, как все это дело работает на практике. Так, начнем с телефона, на который я сейчас пишу. Он у меня Huawei. Там у нас FCP. Сейчас, наверное, будет удобнее вот так вот сделать это. Сначала подключиться в телефон. А потом уже сюда. Так, и чтобы лучше было видно дисплей, я немножко свет выключу. Подключаемся. Так он и показал. FCP. Ну, показывает, что 9 вольт есть. Потребляет полтора ампера. Еще разочек. FCP. Да, все правильно. Соответственно, здесь у нас две стрелочки. Здорово, замечательно. Удобно. Пауэрбанк попробуем запитать по пауэрделивере. Там у меня фиксированный. Он любит фиксированно 12 вольт потреблять. И там пауэрделивере 2.0, скорее всего. Он отобразит. Сейчас посмотрим. 12 вольт. Да, ПД-2. Так и показал. 12 вольт. Полтора ампера. Так и есть. Замечательно. Прекрасно. И, конечно, посмотрим прямо турбо-зарядку от Mi 9. Так. Включаемся. Здесь, по идее, должно быть QC 3.0. C3.0. Так и показал. Да. C3.0. Пока 5 вольт. Но сейчас все переключится. 2,5 ампера есть. Да. Сейчас ничего не переключится. Однако, все равно телефон понимает, что с него идет турбо-зарядка. Во-первых, телефон горячий. Поэтому напряжение маленькое. Сейчас потребление всего около 10 ватт. Ну, давайте на всякий случай я покажу, что турбо здесь работает. Включаемся. Показывает быструю зарядку. И переключается. Показывает, что понимает, что есть турбо. Ну, во-первых, сейчас 83%. Он так сильно много и не потребляет его бы разрядить. Во-вторых, он горячий, этот телефон. Но в любом случае турбо работает от этого зарядного устройства. Вот сейчас самое время посмотреть на картинку. Как она показывает, если снимать на камеру. Причем здесь я снимаю не 4К, а всего лишь Full HD 60 FPS. Вот теперь точно на этом все. Всем пока. И опять у меня все не в попад. Извиняюсь. Забыл добавить одну очень важную деталь. Я помню те времена, когда речь шла о качестве поставляемой электроэнергии. И сегодня, к сожалению, на сегодняшний день есть много всяких разных зарядных устройств. Вот об этих, например, пойдет разговор, конечно, в следующем видео. Это продается у нас в магазинах. Но, ладно, особо отвлекаться не буду. Перейду сразу к делу. Итак, для того, чтобы мне донести свою мысль, мне придется немножечко отвлечься и показать, как работают зарядные устройства. Давайте первым делом возьмем вот такой вот HOKA. С-63А модель. Вот он у меня. Подключимся и сразу посмотрим на осциллограмму. Работает он примерно вот в таком виде. Нагрузочки сейчас никакой нет. Есть ровно 5 вольт на выходе. Нагрузки нет. Вот здесь она показывается в амперах. И здесь у нас показано пик-ту-пик. Разброс напряжения. Сейчас он составляет примерно 33-36, около 35 милливольт. Но только мы даем нагрузку. Давайте посмотрим. Сейчас приведем в красивый вид. Вот так вот будем видеть. Осциллограмму примерно. Всплески. Шумы некоторые. Нагрузочку в 1 ампер. И уже у нас получается разброс по напряжению в 100 милливольт. Это при нагрузке в 1 ампер. Быстренько попробуем в 2 ампера. Ну, примерно то же самое. Ну, 3 ампера сейчас. Да, 3 ампера. Он выключится. Так, посмотрели. Хорошо. Возьму следующий зарядничек. Следующий. Вот такой вот. Бэйсус. Я делал на него обзор. Посмотрим, как он работает. Без нагрузки у нас 30 милливольт. Сейчас включим нагрузочку. Приведем осциллограмму в красивый вид. Ну, и практически увидим то же самое, что и на ХОКО. Также у нас 90 милливольт. Сейчас дадим нагрузочку тогда 2 ампера. Уже больше 100 милливольт. И нагрузочку, допустим, в 3 ампера. И примерно получается около 100 милливольт. К слову, это такие более-менее нормальные зарядки. Более-менее. Конечно же, есть и лучше. Если честно, да я не знаю, вот этому моему удлинителю, ему я не помню сколько тысяч лет. И когда он выпущен, еще не было ни быстрых зарядок, ничего. Но давайте посмотрим, как он работает. На холостых у него вообще всего 7 милливольт. 6 милливольт. Да, а при нагрузочке 1 ампер посмотрим. Примерно 50 милливольт. Ну и давайте сразу на 3. Также не превышает 50 милливольт. В общем, скажем так, неплохо. Все, что мы сейчас посмотрели, с одной стороны это неплохо. Теперь я покажу, что такое плохо. Возьмем вот этот Форса. У меня обзор на них уже снят. И не только на них, вообще на все изделия, которые там продаются в этих магазинах. Я все никак не могу его ни смонтировать, ни выложить. Потому что, не знаю, сложно на самом деле. Ну, давайте посмотрим, как он работает у нас в холостом режиме. И вот здесь мы видим, в холостом режиме у нас это и есть на самом деле пульсации. Это шум, всплески вот эти до 100 милливольт. О, больше, больше, 115 милливольт. Ну, я бы назвал это некачественным электрическим током. Давайте нагрузку дам. Все зашумело. Все. Сейчас попробуем привести. Посмотрим, как работает модулятор. Примерно вот таким образом на осциллограмме это видно. И уже здесь 200, почти что 300 милливольт. 300 милливольт. Давайте нагрузочку в 2 ампера. Сейчас он пересчитает. И здесь уже получается за 300 милливольт. За 300. Вот что значит работать плохо. В их же арсенале есть еще один. Давайте у него есть быстрая зарядка. Точно так же в режиме простоя. Но здесь всплесков видно меньше. А, нет. Нет, видны они. Вот они. Вот все. Она гуляет кривая. И примерно до 90 милливольт доходят эти всплески. Причем это еще при нерабочем, незагруженном преобразователе. Если мы дадим 1 ампер. Ой, это я сразу 2. Сейчас дадим сначала 1 ампер. Посмотрим примерно он точно так же работает. И у нас уже здесь примерно 160 милливольт. Давайте дадим 2 ампера. Разброс в 200 милливольт. Ну, 3 ампера. Примерно 270 милливольт. Все, что я сейчас показал, я показал это неспроста. А показал потому, что хочу сравнить это вот с этим универсальным зарядником. Давайте я его включу. Итак, здесь у нас сейчас обычный 5-вольтовый режим. И посмотрим на красоту, которую он дает на холостом ходу. Без нагрузки, без ничего. У нас нет практически никаких ни всплесков, ни шума, ничего. Видно, что модулятор работает. Вот по осциллограмме. Но у нас получается примерно 35 милливольт. Теперь даем 1 ампер, нагружаем. Частота изменилась. Сейчас подкрутим. И красота, просто красота. Ничего, никаких ни всплесков, ни шумов. Я понимаю, что, конечно же, такому осциллографу трудно доверять. Но он спасает. Он спасает. В любом случае, обратим внимание сюда. Разброс напряжения остался точно таким же. Примерно 30 милливольт. При нагрузке 1 ампер. Давайте посмотрим. 2 ампера. Модуляция примерно осталась точно такая же. Даже не примерно, а осталась точно такая же. И с пульсациями примерно 35 милливольт. Давайте 3 ампера. 3 ампера есть. Включил. Все осталось здесь на прежнем уровне. И на прежнем уровне осталось пик-то-пик. 35 милливольт. Эту мысль я и хотел донести о том, что, как я говорил в начале. Вот у нас 3 ампера держится. Также 35 милливольт. Что я говорил в начале? В начале я и говорил о качестве поставляемой электроэнергии. Наверное, здесь можно точно так же сравнить. Качество поставляемого электрического тока с разных блоков питания. Вот этим-то мне этот универсальный зарядничек-то и понравился. Потому что он работает безотказно, всегда в одном положении. Вот теперь на этом действительно все. Надеюсь, мысль я свою сумел донести. И по традиции всем желаю качественных гаджетов, удачных покупок сети. И пока. Продолжение следует...